Дорогие друзья, посмотрите, какая чудесная пара здесь представлена. Это две статуэтки английские, но в данном случае они уже более старинные, это статуэтки 1820 года, то есть им почти 200 лет. Нам очень повезло, что мы смогли их найти. Конечно, как вы понимаете, сохранность таких статуэток, которые уже существуют 200 лет, в принципе, бывает не совсем идеальная. В данном случае в довольно-таки хорошем состоянии обе статуэтки. Мы только заметили небольшой скол на одном пальце правой руки у кавалера здесь. Дамы все превосходно. Мы хотим немножко вам рассказать об этих двух статуэтках, о фирме, которая их произвела, а также о том, кто изображен здесь, в этой позиции здесь. Это фирма Chelsea Derby. Если вы уже, наверное, знаете, что мы немножко рассказывали про фирму Derby. Фирма Chelsea, она существовала до фирмы Derby, то есть начало этой фабрики где-то начало 18 века, ближе к середине, когда она существовала. Впоследствии она была куплена Уильямом Derby в 1770 году. И период с 1770 по 1784 год назывался Chelsea Derby период, потому что две фарфоровые фабрики, они объединились и были очень близки в том, что они выпускали. И вот эти фигурки мы заметили, такие же фигурки, которые даже были произведены раньше, в 18 веке. Фигурки эти называются Sailor and his lass или моряк и его девушка, или возлюбленные, можно и так перевести. И в данном случае многие английские молодые мужчины уходили на много месяцев моря, когда, конечно же, Англия была знаменита своим морским флотом. И они, этот флот, он буквально, они путешествовали вокруг всего мира, привозя различные продукты из разных стран зарубежных. То есть очень было популярно в это время заниматься вот именно, иметь такую профессию среди молодых людей. И, конечно же, когда они уезжали, то молодые девушки ждали их, ждали их возврата из-за далёких стран и морей. Также есть такое предположение, что вот эти две фигурки, они представляют собой двух английских актёров Хенри Уудвард и Нэнси Даусон. Мы узнали, что тоже где-то в 1720 году была опубликована пьеса «Прощание сладкого Вильяма с черноглазой Сюзанн» «The farewell of Sweet William to black-eyed Сюзанн». И здесь главные роли как раз играли вот эти актёры. И что вот эти характеры, которые вы здесь видите, они списаны с этой пьесы. И мы, кстати, нашли фотографию. Мы, возможно, приложим здесь. И действительно очень похожий костюм женский и как бы лицо мужское похоже на вот эти статуэтки. То есть они были, возможно, с реальных людей как бы сняты, которые жили в 1720 году. Очень интересная история. Нам она очень понравилась. Если мы посмотрим, когда мы привернём эти статуэтки, то мы сами увидим, что там стоит знак модели. Модель 316. И также там стоит печать. Её не совсем видно, но её можно разобрать. Это большая корона и под ней буква «Д». И вот именно так мы смогли выйти эту печать, и мы смогли определить и датировать эти фигурки 1820 годом. Сейчас мы, наверное, их перевернём и покажем вам эту маркировку. Вот посмотрите, здесь маркировка номер 316 и вот здесь буква «Д» отчётливо, а наверху корона. В принципе, мы нашли подобные и мы знаем, что это точно то, что как бы этот знак здесь присутствует. И тоже на второй фигурке, оно внизу, чуть пониже, вот тоже, видите, буква «Д» и корона наверху. Здесь корона очень хорошо видно, кстати. Это датировка 1820 года. Который-корона – теперь решил получ dependent on актиль的. Субтитры сделал DimaTorzok